и мы с вами начнем я очень надеюсь что меня слышно хорошо да ребятки если есть вопросы то пишите их сразу же озвучу сегодня у нас тема обладание знания не дает свободу от страха и эта тема наверное она она многих волнует и я бы хотела с вами поговорить по поводу этой темы не не из того разряда что вы можете любую информацию услышать на многих источниках когда говорят что что нужно делать чтобы выйти в голодание какие-то еще процессы различные секунды ребятки да у нас такое что как-то только он слышит что у меня идет эфиром сразу же начинает клетку грызть тиша а ты может и Продолжение следует... Ну, мешай мне. Так, ребятки, давайте выключим микрофон, а то будет не очень приятно слушать тем, кто у нас будет записи слушать. О чём я хотела поговорить? Почему? У нас же здесь чат практикующих, да, школа автономии. И я очень часто и очень много рассказываю про то, что неедение это не про еду. Но в любом случае я понимаю, что нужна поддержка. Поддержка многим, кто выходит на дни без еды, и они ищут поддержку, делятся своим опытом здесь, в чате, и это прекрасно. Но очень часто я вижу то, что люди начинают делиться своими какими-то моментами теми, чем заполнить этот день, как сделать так, чтобы не хотелось кушать. И какие-то вот такие вот моменты, которые не дают результат. Точнее, не дадут результат, но дадут результат на очень короткое время, на очень непродолжительное время. И когда меня спрашивают, а как понять, что тело готово, как понять, что тело готово выйти на какое-то длительное, давайте назовём так, длительное воздержание от еды. Так вот я вам скажу, что, наверное, это, да не наверное, это точно, В нашем теле нет такой функции, когда оно не готово для еды, либо не готово для еды. И всеми этими моментами у нас заправляет всего лишь наш рептильный мозг. Да, как ни крути, но вот такие глобальные процессы, которые казались бы, они у нас фокусируются в нашем рептильном мозге. И я не раз приводила такой момент, такое сравнение, наверное, да, что когда вы чем-то увлечены, ну, например, влюблены, и вы готовитесь к свиданию, то вам не хочется есть. Когда у вас происходит что-то такое из ряда вон, выдающееся в жизни, то вы не думаете о еде, вам, вы не хотите есть, и вы не хотите есть не от слова, что я забыл про еду, а не хотите есть, даже когда у вас стоит полный стол, и у вас комок в горле, не лезет еда. И вот это состояние даёт именно мозг, когда он чётко понимает, что вы не хотите есть. То есть, смотрите, есть две стадии. Первая стадия – это когда вы чем-то себя занимаете, и какое-то время вы находитесь вне еды. Но чаще всего в эти моменты вы чувствуете, что у вас какое-то новое видение мира, какие-то мысли абсолютно по-другому начинают крутиться в вашей голове. Вас это всё радует, но, например, чем-то заняться, вот таким вот, уйти в какую-то науку, в научные какие-то статьи, может быть, в читании, либо в написании. Делать что-то вот такое вот усидчивое – это становится очень сложно. То есть вы можете себя занять, например, стройкой, уборкой, глажкой, стиркой, спортом, ещё чем-то. То есть такими, где вы как бы насильно перебиваете, отделяете тело от головы. Но это вам никогда не позволит уйти в длительное воздержание от еды. И когда мы говорим именно о длительном воздержании от еды, это всегда про то, что видя еду, даже видя еду, наверное, так правильно буду сказать, вы её не от слова не хотите, а она вам от слова, ну, наверное, как комок в горле. И вот это вот то состояние, когда ты именно, у тебя не в том, что нет акцента, а нет в твоём мировоззрении, даже нет в твоём мире того, чтобы ты сделал акцент на это. Ну, то есть, когда ты проходишь мимо, я не знаю, там, в летнем кафе, мимо пластиковых стульев, у тебя же нет такого, что «А хочу ли я их съесть или не хочу?» У тебя, ты об этом не думаешь. Но если ты подумаешь всё-таки о том, что «Как бы я их ел?», у тебя, наверное, вызовет кучу неприятных эмоций, что на них кто-то сидел своей попой, они там стояли на них, их шоркали ногами, потом их протирали какими-нибудь тряпками, которые протирают там и хорошо их не моют, и они с этим запахом. И вот эти вот всё это в секунду у вас пронесётся, и у вас не будет желания это есть. То есть это будет какой-то, но ближе к какому-то рвотному рефлексу. И это не потому, что вы их пробовали, и они невкусны, а потому, что у вас есть в голове такое видение этой ситуации. И когда мы говорим о нееде, когда люди длительное время не едят, наверное, я бы так сказала, это как раз у них вот это и происходит, секундное. Они даже не предлагают себе это съесть, потому, что это настолько быстро, это опережает предложение что-то съесть. И очень часто, чтобы выйти именно на, давайте назовём это на какое-нибудь лечебное голодание, да, я не буду говорить, что на жизнь без еды, мы ещё так долго заглядывать не будем, но мы с вами будем разбирать эти моменты. Но, наверное, всё-таки не в открытых доступах, потому что это чревато последствиями.